Социальная пенсия подрастет на 10,3% и составит в среднем около 750 рублей. Между тем ежемесячные денежные выплаты увеличатся всего на 5,5%. Напомним, в нашем крае их получают более 250 тысяч федеральных льготников. Это участники Великой Отечественной войны, чернобыльцы, семипалатинцы, а также инвалиды. Также с 1 апреля будет проиндексирована и стоимость набора социальных услуг. С учетом повышения ее размер приближается к 1000 рублей. А вот трудовые пенсии, те, которые получают большинство, повышать не планируют. Повышение проводится только в том случае, если уровень доходов пенсионного фонда превышает инфляцию. Вот этот индекс роста доходов пенсионного фонда сложился ниже, чем индекс роста инфляции, вот по текущей инфляции, которая произошла за прошедший год. И с учетом которой были проиндексированы пенсии трудовые с 1 февраля. Поэтому вот такой индексации текущей и не будет. Из 15 педагогов выберут сильнейшего. Сегодня в Алтайском крае стартовал конкурс «Воспитатель года». Соревнование состоит из двух этапов. На первом конкурсанты представляют свой опыт работы и проводят педагогическое мероприятие. На втором, куда выходит только 10 человек, они показывают мастер-класс и участвуют в заседании круглого стола. По итогам всех испытаний определяют лучшего. Именно он получит премию в размере 200 тысяч рублей и будет представлять наш край на аналогичном всероссийском конкурсе. К юбилею победы алтайским школам присвоят имена героев. С такой инициативой выступило краевое отделение Общероссийского народного фронта. К слову, в нашей стране этот федеральный проект реализуется с декабря 2013 года. В Барнауле первым к нему присоединится 129-й лицей. Пять лет там работает поисковый отряд «Высота». Но ребята захотели взять имя не конкретного героя, а 27-го батальона Краснознаменной дивизии. В апреле состоится заседание Барнаульской городской думы, где в том числе будет принято и это решение. Если гражданин забывает своих героев, то страна долго не проживет, потому что историческая память, она очень сильная. Это то самое связующее звено, которое поколение объединяет. И мы знаем сейчас примеры, к сожалению, в мире, когда человек забывает эту память или фальсифицирует исторические вот эти моменты, и что происходит в результате. Вот нам в стране главное не допустить этого.